Всем привет, ребят! Боня, я у тебя уже выгуливала, сейчас мне нужно дам материал влог, мне осталось вставить музыку фоновую. И всё, я буду выкладывать. Всех деток отправила в школу, в сад. Спокойно сижу, работаю. Бабуля ещё спит, может быть уже и не спит. Скоро выйдет и будем завтракать. Так, ну что, за это время у нас в принципе никаких новостей. Ничего у нас не изменилось, ничего не случилось такого. Поэтому вы ничего не пропустили. У нас всё без изменений. Я сегодня хочу сходить купить тыкву. Закончились у меня тыквы. Остались только маленькие, такие декоративные, но с них готовить ничего не хочу. Мне нужно купить большую тыкву. Нашла один очень интересный рецепт тыквенного пирога. Творожный тыквенный пирог. Как раз у меня лежит творог, и мне нужно его как-то использовать. Поэтому я спеку сегодня пирог. Сейчас домонтирую видео и пойду. Схожу за тыквой, у нас тут рядышком, пешком схожу. Вернулись дети мои со школы. Вот она бабушка. Кто её потерял? Бабушка на месте. У меня здесь обед. Я грею картошку. Вчера я пюре сделала. Сегодня доедим сосиски и брокколи. Ксюша, часто задавай мне вопрос, почему ты не снимаешь видео на свой канал? Не знаю. Не знаю, что снимать. Игры. Какие? Ну как какие, в которые ты играешь? В Майнкрафт. Ты же в Майнкрафт играешь? Ну а что ты не снимаешь? Папа должен. Почему папа? Ты не умеешь? Папа должен, это запись экрана. Так у тебя же была запись экрана. Мама, это другой, это компьютер другой. А, ну так скажи, папа, настрой мне запись экрана. Всё. Ты будешь брокколи? Да. У нас есть солёные огурцы. Нет. Надо купить солёные огурцы и нутелло, потом солёные огурцы с нутелло. Нет, не надо. Так, я надеюсь, у меня хватит пюрешки на всех. Чуть так мало сделала. Так это со вчерашнего ещё осталось? Нужно доесть. Вчерашний пюре? Да. Мы же вчера пюре кушали. Так, сколько нас человек? Пять человек. Нет, нас шесть. Нас шесть. Нас шесть. Ой, у меня же там хлеб. Чуть хлеб не сгорел. Не сгорел. Зато поджарился. Поджаристый. Я тебе не даю брокколи. Я хочу за тыквой сходить. Пойдёшь там на потом? Я тоже. Нет, ты в садик пойдёшь. Частливо. Хлебушек. Вот такой хлебушек мы берём. Он уже готовый, внутри есть. Там что, Гонька на улице? Готовый. Его только нужно пять минут в духовке согреть, поджарить. И внутри здесь уже есть масло и чеснок. Садимся за стол. Всё, приятного аппетита. Дай мне кетчуп тоже. И вилочку дайте мне. Плиз. Плиз, да. Спасибо. Стоп вилки принёс. Ксюша. Ой, Каролина. А что, много? Я просто ей дала и всё. Я не считала. Мам. Что ты за меня держишься? Я не хочу. Многие заметили разницу в видео в прошлом влоге, когда я снимала на улице, когда мы поехали на скейтбордную площадку. Действительно, я видео снимала на мой телефон, на 13-й про. И качество, конечно, лучше намного. Пойдём, Макс, давай. Давай, пойдём. Потом с Данилом будешь играть, когда придёшь. Всё, обувась, давай быстрее, автобус скоро приедет. Не. Чтобы он не упал. Помещается? Маргарита, сегодня нет школы в обед. За мной сейчас пойдёшь за тыквой, а потом будем пирог печь. За тыквами с нами пойдёшь? Ну и не надо. Мы сами пойдём. Ты чё такая грустная? Ну, ложись, поспи. Так, у нас тут монетки. Смотрите, видите, как нам подошла такая монетница теперь у нас. Сколько нам взять, как ты думаешь? Ну ладно, на всякий случай возьмём много. Может быть, мне ещё что-то понравится. Я вот эти вот по два франка возьму. Думаю, хватит. 20 франк хватит? Да. Пошли мы. Сегодня солнышко. Погода хорошая. А Маргоша грустная сегодня. Вечно сонная. У кого тоже так? Кто тоже вечно хочет спать? Вечно уставший? Грустный? Удобно в них? Да. Хорошо у нас возле дома. Пошёл. Тут буквально 2-3 минутки возле дома продаёт тыквы. Ферма. Вот, пришли уже. Это почтовый ящик такой? Ой, уже тыквок мало. Раскупили все. Я хочу взять одну вот такую большую. И, наверное, вот такие вот тоже вкусные, плоские. А, вот здесь вот теперь рецепты они оставили. А в прошлый раз не было, да? Что можно готовить? Я хотела посмотреть, что делают. Ну, я так и думала, что их тоже фаршируют. Что делают из белой тыквы. Да. Бабушка сказала, что они слаще, вот эти тыквы плоские. Такие приплюснутые. Смотри, вот эта 1,20 стоит. Вот эта очень вкусная. Мы в прошлый раз её взяли. Я из неё сделала вот эти вот маффины. Ну, в принципе, нормально я сегодня её порежу. Ничего страшного. Готово. Взяли мы тыквы. Вот одну. И ещё одну. Не тяжёлая? Нормально. Нормально? Сейчас я уберу всё на кухню лишнее и буду готовить пирог. Мне, конечно, удобнее будет снимать весь процесс на эту камеру, потому что телефон мне поставить некуда. А здесь, видите, такая подставка. Поэтому я буду менять периодически на эту камеру, периодически на телефон снимать. Продолжение следует... порежу все-таки эту тыковку потому что у нас здесь немножко повреждена и мне кажется долго она не будет лежать самое первое мы сейчас ее нарежем почистим и в духовку девочка милая the god here she comes the woman that i love Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как всегда, рецепт оставлю в описании. И сейчас мы будем делать первый слой, творожный. Нам нужен творог. Творог у нее по рецепту нежирный, 4-процентный. Ой, даже 5-процентный. У меня 16, но другого у меня нет. Посмотрим, что получится с такого. Творог, натуральный йогурт, ванилин пакетик, яйца, сахар, мука. Все, я немножко добавляла еще йогурта, потому что было сильно густое. И видите, какое оно получилось. Оно должно быть как бы такая вот жидкая сметанка. Вот, будем делать уже тыквенное тесто. Еще осталось 20 минут. Все готово. Ух, горячая. Тыква готова. Так, и тыквы мне понадобится 500 грамм. Апельсин, либо цедра лимона. У меня что здесь есть? У меня есть и апельсин, и лимон. Так, что лучше добавить? Апельсинку? Все, добавляем яйца, сахар и муку. И это все мы тоже будем взбивать блендером. У меня получилось тесто с тыквы больше, чем с творога, потому что тыква была очень водянистая, и тесто было жидкое. Мне пришлось добавлять еще муку. Вот в такую форму сейчас буду выкладывать как зебру. Ложку такого теста, ложка белая, ложка очередно. Вот так и получается. Теперь убираем в духовку на 180 градусов, 40-45 минут. Тяжеленький такой. Чего-то она так радуется. Давно не видела Ксюшу. Давай показывай тест. Мама, я почти закончила. Надо еще вот это и вот капюшон. Ксюша сама толстовку шьет. Она вся будет черная. Дай. Молодец. Капюшон такого размера. Ну как это зеленый беляль. Дай сюда. Дай сюда. Плохую оценку получила? Угу. Это или хорошую? НМГ. Давай. Показывай. Это вот 5 и 5. 5 и... 45 с половиной из 51. Молодец. Это то, что ты учила вот эти кантоны, да? Молодец. Ну я очень много не сделала, но все равно. Молодец. Пирожок я вытащила. Я уже даже его надрезала. И потом опять в духовку. Потому что мне показалось, что он не пропекся. Ну и вот так вот в общем получилось. Сейчас он остынет. И потом я уже покажу, как он там врезе внутри, что там. Ужин у меня тоже уже готов. Сварила я рис. Это осталось еще со вчерашнего ужина. И вот такой вот подлив. Там морковка, горошек. И со сметанкой в общем. Томатная паста и сметанка. Ты прям как в пещере сидишь. В пещеру и сидишь там. Разрезала я, вытащила еле как один кусочек. Вот что получилось. И сейчас мы будем пробовать. Вкусно или не вкусно. Кто у нас будет первый дегустировать? Бабушка будет первая дегустировать. Я тоже хочу пирог и чай. И скажешь, вкусно или не вкусно. Только честно. Честно. Если не вкусно, тогда я скажу, чтобы такое не готовили. Это творог. Я знаю творог. Я люблю тыкву, значит вкусно. Нет, ты скажи, пирог вкусный. Вкусный. Да. Ну, я кладу тоже все. Бабушка оценила. В общем, готовьте. Ладно, сейчас я тоже попробую. Это что? Пирог. Такой. С тыквой. Будешь? Как? Попробуй со сгущенкой. Знаешь, как вкусно? А нет. Он вкусный, да, но немножко можно было побольше сахара. Просто я... У меня тесто было жидкое, я муки добавила больше. И нужно было еще и сахар добавить. Мне не надо. Нет, мне немножко. Я вот тебе налила сгущенки и вообще идеально. Маловато сахара. А так он очень красивый. Вкусный. Почти весь пирог съели. Значит вкусно. Мы со сгущенкой. Мне больше со сгущенкой понравилось. Уроки делать будешь? А что так поздно? Мне просто нужно было вот это вот. Расписаться. Маргуши оценки. Хорошие оценки. Пять и один. И здесь пять и два. Спрашивали подписчики, если вы опять будете делать адвент-календарь. Будете? У меня была такая идея, но я не знаю, как получится, не получится, чтобы сделать адвент-календарь всем. Всей семье. Получается на семь человек. Нужно посмотреть. Потому что в прошлый раз сколько вы тратили по 200, да? По 100? По 200. По-моему, по 200 вы тратили на каждого. По 200. По 200 франков они на каждого тратили. А если нас семь человек, по 200, это много получается очень. Поэтому остался месяц. Поэтому нужно уже вот готовиться в ноябре. Если будем делать календарей, то нужно уже сонечку закупаться. Потому что за один день столько подарков не купишь. Мы такого еще не делали, чтобы вся семья открывали календарь. Сейчас мне нужно убрать на кухне. Покушали, отдохнули. И нужно все убирать. Так. Это я тут пылесосила. Совсем забыла, что пылесосила. Ставила пылесос на полу. Всех спать уложила. Сейчас могу спокойно посидеть, позаниматься в тишине. Пока все спят. Время... Время пол 11. Ну, где-то часик-полтора позанимаюсь. И потом пойду спать. Возьму себе что-нибудь перекусить. Я когда занимаюсь, мне обязательно нужно что-то кушать. Нет, не будешь. Ты еще не спишь? С тобой надо погулять. Сейчас погуляем. Если я ее не выгулю перед сном, то наделает она мне. Давайте. Что у нас там с погодой? Дождик передавали вообще-то завтра. Все. Заходи. Стоишь. Все, закончила? Все. Иди спать. Сегодня я буду влог заканчивать. Завтра утром я буду монтировать. Потому что сейчас я буду заниматься. Пока, скажи, Боня. Пока. Всем пока.